Рахман Розыков, основатель нескольких творческих групп, таких как Тангджилдызы, Бешилик, Бешкемпир, Бештапан, скончался в возрасте 66 лет. Его сердце остановилось в ночь с 6 на 7 июня. Церемония прощания прошла в его доме в Аше. Коллеги по цеху говорят, что кыргызская сатира понесла большую потерю. Вскоре должна была выйти в свет книга нашего друга Рахмана. Также он снимался в одном фильме. Работы остались незавершенными. Он был моим учителем, наставником. Я не могу найти подходящих слов, чтобы передать, насколько я опечален этой новостью. Он был очень простым человеком, который обо всем рассказывал через юмор и никогда никому не причинял вреда. Он выделялся среди своих коллег своим умением легко и остро, с юмором, говорить со сцены на острые темы, особенно политические. Пожалуй, он был единственным сатириком такого рода. Иногда ему бывало очень грустно от всего, что происходит вокруг, от несправедливости и непонимания. По этой причине он написал книгу под названием «Крик души». Он хотел сказать все, что у него накопилось на сердце с помощью этой книги. Смех и улыбка не означали, что ему не было больно. Старшая дочь Гульмайрам говорит, что сатирик только недавно приобрел дом, разбил сад, женил младшего сына и готовился к новоселью. Он сам посадил все эти деревья, но не успел собрать урожай и насладиться этим садом. Впереди было столько планов и хороших событий. Он также был наставником для десятков молодых, начинающих деятелей культуры, давая им искренние и даже отцовские советы. Он был нам как отец, а сейчас мы будто остались сиротами. Все его ученики теперь будут продолжать его творчество. Он нас многому научил. Рахман Розыков был простым человеком. Его не интересовала слава. Он жил только творчеством, говорят его друзья и коллеги. При этом высказывают сожаления по поводу того, что работа большинства артистов не была по достоинству оценена при жизни. Самое главное – это признание и народная любовь. Нас, Манаса Бердебекова, Дулота, Джанебека и Рахмана называли уличными артистами. Однако именно они создали свои собственные театры и группы и обеспечивали кыргызский народ культурной пищей. Похоронен Рахман Розыков в родном городе. Родился он 12 мая 1955 года в селе Савайка Расуйского района Ожской области. Бегаим Бегалиева, Джабек Копорбекова, Нуркас Абдрахманова, Миргуль Букошева, Агдюлай Башев, Фалато 24, Ож.